Добрый день, это Нина Коасман, я в Киеве, поэтому я не могу присутствовать лично на чтении. Я прочту несколько своих статворений. Первое. А кто отражался в чужих очах, тому будет худо. Ишь, воду жизни крадет чужак, орошать иуду. Шоу по долинам, где свет не погас, все шоу бы, да шоу бы. А рядом с долиной зачарованных кази, башбою полгу. И следующее статворение. Хорошо, что я не настоящая русская. Я не немка, а то я чувствовала бы себя виноватой. Хорошо, что я не испанка, а то я чувствовала бы себя виноватой. Хорошо, что я не латышка, а то я чувствовала бы себя виноватой. Хорошо, что я не англичанка, а то я чувствовала бы себя виноватой. Ведь я и так чувствую себя виноватой. Что бы я ни делала, за что бы ни бралась. Поэтому мне незачем взваливать на себя вину народов, которые своим правительством имеют такое же отношение, как яйцо к курице. Или наоборот, как курица к яйцу. И следующее створение, оно называется Бабий Яр, но я написала его о том, что произошло в Румболе. Это лес под Ригой. 30 ноября и 8 декабря за два дня, 8 декабря 1941 года, за два дня там было убито 25 тысяч еврейских жителей Риги. И я не назвала Ригой Румболе, просто потому, что большинство людей не знают о Румболе, не знакомы с этим названием. Люди знают в основном Бабий Яр. А то, что таких Бабий Яров было сотни тысяч, это уже известно кому-то, но не всем. Так что, это о Румболе, но то же самое произошло во многих устах. «Где сестра твоя непутевая?» — говорила мать. «Сегодня мы всей семьей идем умирать. В дверь, слышь, фрицы опять скучат. Собирайся быстрее. Зачем тебе столько книг? Там, где мы будем, обойдешься без них. Всегда ты последний, сынок», — говорила мать. «Ну вот, собрались, а теперь ему хочется спать. Выспешли там, где будем вместе лежать, чем книги в мешок совать и сруб отыскал. Ну что за дурак, в самом деле? Какой вокзал? Вот и сестра нашлась, лежат всей семьей. А тот, что колонну их вел на убой, до пенсии дожил, до внуков и даже до пра. У внуков натуры тонкие, не надо и сестра вмировать болтовней про какой-то лес. Что с того? Да мало ли на свете мест? Что с того, что поляна? Ведь никто не воскрес. А про то, как дед его метился в мать, да про то, как младшему хотелось спать. А когда упал на мать и из рук выпал мешок, посыпались на тела книги, да какой-то мелок. Молчите, зачем вы, внуков, про ваш листок?» И последнее всесворение. Вера Либр. А ты, что вошел сюда весь в перстнях, но без головы, оставь свои перстни у входа, а голову надень. Вон висят на крючках, как шляпы. Негоже без шляпы входить в мой дом. Какую голову снимешь с крючка, та и будет твоей. Снимешь голову убийцы, станешь убийцей. Снимешь голову глупца, станешь глупцом. А вдруг повезет и достанется тебе голова мудреца. И проживешь мудрецом всю жизнь. Так тебе и надо, скажут. Так тебе и за то, что не смог отличить хорошую голову от плохой. За то, что не знал, не понял, не смог. А будешь хныкать по дороге на казнь, мол, все головы на крючках, как одна. Что голова мудреца, что голова убийцы. Так ныть, сколько влезет. Ты носитель своей головы, а не я. Ты ее властелин и хозяин. С тебя и спросится. А на эшапот поведут. Не тебя, дурака, с чужой головой убийцы. А везунчика с головой мудреца. Ведь глупо выбирать голову в раздевалке, как шляпу. Не удосужившись посмотреть, что у нее внутри. Это читала Нина Коффман. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok